Биопласт Что это такое? Это изобретение россиян. Создан этот материал главным образом для изменения качества воды. То есть мы можем использовать везде, где есть вода. Это сам человек, тело человека, потому что мы состоим на 70-90% из воды. То есть 70% тела, 90% мозги. Везде у нас есть вода. Вот если взять нашу жизнь, везде нас вода окружает, так же как воздух. Мы ее пьем, пользуемся и даже не замечаем, не думаем об этом, насколько она нам необходима и насколько важна. Всем уже давно понятно и не секрет, что вода заражена очень сильно на планете. То есть нам подают ее в кран. Дома мы откроем кран. В каждой квартире это есть. И в деревнях уже стараются так делать, что и не только в городе. Открыл кран и вот тебе вода. Очень удобно. Но никто не думает, насколько это полезно. То есть вода в кране становится мертвой. За время своего прохождения от источника этой воды до человека, долгие километры. Поэтому вода становится мертвой и плюс еще приобретает разные бактерии, информацию ненужную. И все это идет к человеку. От этого, кстати, идет очень сильное старение человечества. Потому что мертвая вода питает мертвые клетки. А живая вода дает рост живым клеткам. Поэтому не нужно делать никаких пластических операций. Никаких, я не знаю, волосы приклеивают люди. Сейчас очень модно. Хотя можно использовать натуральную воду живую из вот биопласта. Простая пластинка. Не надо никаких батареек, никаких розеток. Можно везде брать с собой. Очень удобно. Оставили на нее стакан с водой. Или там, допустим, вот такую поливалку. Волосы брызгать тело утром. Освежаться очень хорошо. И лечение, и вода родниковая. Вот такой мешочек. В него можно положить любые продукты. Особенно овощи и фрукты. Они все становятся как с вашего сада. Вот за ночь просто меняется вкус. Помидоры. Вы знаете, их хоть какие покупали. Дорогие, дешевые. Они все равно не такие вкусные. Как вот если кто пробовал настоящие свои, выращенные. То вот просто положить в этот мешочек очень удобно и легко. Есть вот эти вот выращивать для рассады штучки, пластмасские растинки. Можно использовать так. Можно под подушку положить, спать на ней. На сиденье посидели, отдохнули. Снимается усталость. Вот такие диски для растений. Можно в горшки. Кстати, о растениях. Многие выращивают растения на балконе. Ну, это позыв такой души, потребность жить как в раю. Поэтому люди, конечно, приносят в дом растения. Но не очень хорошо они растут. Не так, как они на свежем воздухе, не так, как в лесу, не так, как где-то в саду. Поэтому вот эти диски, если их положить в горшки с цветами, в вазы, цветы будут чувствовать себя комфортнее. Меняется вода, меняется окружение. То есть растению, ну, как бы, вот он как в самолете, как человек в самолете. Он летит какое-то время, но потом ему все равно хочется на землю и как бы передохнуть. И вот так же растения на балконе, в квартире, им не очень-то комфортно. А вот эта пластинка, она придает растению кайфа, что я люблю это ведро. Его можно поставить в ванну, потому что на кухне можно везде им пользоваться. Наливаете воду из крана за ночь. Вообще нужно 100 минут, чтобы вода преобразовалась, стала рыбниковой. Ну, не заморачиваться, не ждать, можно налить. Вот вечером налили, утром уже, пожалуйста, готовая хорошая вода. Поливайте свои растения, животным давайте. Сами обливайтесь, прызгайтесь. В общем, здорово. Всем рекомендую. Будете здоровые, красивые, молодые. Очищается, кстати, сознание. Принимая эту воду, клетки постепенно омолаживаются. Они новые рождаются и без искаженной информации. И поэтому человек становится как бы умнее со временем. Вот 2-3 месяца вы заметите, как память стала лучше. Запоминаете номера очень хорошо. Телефонные особенно, они длинные. Ну, и вообще вот все, что раньше вам трудно было запомнить, вы заметите, что это сейчас гораздо лучше. Зрение, кстати, улучшается. Все разные проблемы, которые есть у человека. Просто все тело приходит в норму через воду. Вот такие простые, на вид, совсем обычные изделия. Но как они работают, всем интересно знать. Как же это работает? Ничего тут нет. Внутри, даже если вы расковыряете, вы ничего не найдете. Но работает. Вот если сравнить. Да, машину, вот машину, если едете вы по дороге, да, вы не думаете, как работает машина. Вы просто жмете на педаль, вертите рулем и едете. И все так хорошо получается. Вы довольны. Вовремя приезжаете туда, куда вам нужно. И просто кайфуете от своей жизни. Вот этот биопласт можно сравнить также с такой машинкой, которую не надо, кстати, заправлять бензином. Не надо ничего особенного доливать, ухаживать, что-то такого делать. Просто берете и пользуетесь. Поставьте на нее. Люди придумывают все возможные способы использования вот этой вот пластинки. Можно, кто-то предлагает разломать ее на три части. И это уже будет три подставочки под стакан. В офисе держать, пожалуйста, ваши там продукты. Можно положить продукты, можно поставить стакан чай, вода, соки. И все, что вы употребляете через рот, все будет полезно. Как людям поверить, что эта пластинка работает? Нужно просто пользоваться этим. Никак. Вы на ощупь вряд ли что-то тут ощутите другое. Обычная пластмасса. Вообще, что это такое биопласт? Это в обычную пластмассу добавлен специальный порошок. И получается уже необычная пластмасса. Называется биопласт. Потому что тот порошок особенный. Можно его потрогать в мешочке. Даже видно, какие крупиночки. Вот они-то и работают. Поэтому везде, где есть этот порошок, это изделие называется биопласт. Кстати, хочется добавить еще о лекарствах. Вообще, биопласт предназначен для улучшения качества продуктов и качества воды. То есть все, что содержится, все примеси, все негативные вещества, информация, которая содержится в воде, оно все исчезает. Остается только хорошее, только полезное, здоровое и нужное человеку. Поэтому вода и становится родниковой. Она как бы светится. И человек, когда употребляет, кстати, эту воду, он тоже начинает светиться. Лекарство – это совсем другое. То есть если вы поставите на пластинку стакан с отваром травы, ничего плохого там не произойдет. Потому что трава натуральная, она росла на натуральной земле. Все там нормально. Но если вы поставите любой продукт, все, что приготовлено вами или кем-то, и содержит химические добавки, они могут трансформироваться, исчезнуть. Там происходят такие реакции. Но если даже генномодифицированные вещества, которые добавлены в продукты, они частично разлагаются, то не нужно использовать на таблетках, на лекарствах, на разных. Потому что неизвестно, что получится. Если поставить чай, вот мы пробовали, не в обиду сказать тому, кто пьет в пакетиках. Мы просто знаем, как это делается. Все, кто работал в аптеке, видели, как фасуются травы. И когда остается порошок, то его просто приспособились заворачивать в пакетики, называть это чаем, подкрашивать его. И даже раньше нам советовали проверять чай. Если он настоящий, добавить лимон, и он окрасится. И раньше он, не натуральный чай, не окрашивался. Сейчас уже добавляют такие химические порошки, растворители, что он окрашивается. И если вы добавите лимон, чай изменится. И вы будете думать, что это натуральный чай. Но если вы поддержите его на доске вкуса, или на любом изделии из биопласта, то вы увидите, как чай изменится. Если чай хорошего качества, натуральный, он будет вкусный. Если он сделан с применением разных химикатов, то или вкус потеряется, или его вообще не будет. Или он станет горький, очень невкусный такой. Вы можете его использовать, вот этот биопласт, для любых продуктов. Даже сигареты, они тоже меняют свой вкус. Сигареты – это такой, не знаю, товар, продукт, который вообще не стоит употреблять. Но если вы уж употребляете, то даже биопласт его может улучшить немного. Потому что частично какие-то вещества изменяются. Вкус становится более приятным. Но это не значит, что их нужно курить больше. Мы всем советуем бросать курить. И живите здорово. Потому что все наши продукции, вся наша, весь наш товар только для здоровья, только для оздоровления, для омоложения, только для радости. Чтобы вы жили счастливо. Счастье в радости. Человек, когда в радости, он энергичен, у него все получается. В любви. И он всех любит, его все любят. Что еще надо в жизни? Самое главное – тепло и любовь. Забота. Кстати, вот эти пластинки можно положить в холодильник. Очень удобно. Просто с трех сторон, с четырех, на дверки можно положить везде. Можно просто по горизонтали в одну линию в холодильнике. И все продукты, которые там лежат, они просто будут улучшать свои вкусовые качества. То есть, преображаться в лучшую сторону. В морозилку это и нет смысла положить, потому что в морозилке все как бы в спящем состоянии. Там ничего не происходит какое-то время. Поэтому лучше все добавлять туда, где есть жизнь, где что-то меняется. Все зелень, все продукты дольше лежат. Можно, кстати, в супермаркетах. Вот мы были в магазине, там вот такие пластинки, используют для хранения овощей и фруктов. Где колбаса, кстати, она становится вкуснее. И вот обычно колбаса еще темнеет, вот вареная. Так, вот с этими пластинками она дольше лежит. Они прямо в ящик, и обклеивают ящики вот этими пластинками с четырех сторон. Можно просто вот в овощи фрукты наложить. Еще мне рассказывали случай, не случай, а уже это практика. Вот в такие мешочки люди кладут овощи на зиму в подвал. Прям морковь, картошку, все, что вы храните. Лук. Оно лучше лежит, вкуснее становится. И вы принесли продукты из супермаркета, принесли в дом. Положите их на доску на некоторое время. Пусть полежат. Возьмите в дом две-три доски, там, и не знаю, можно и в холодильник, там, где женщина готовит, обычно женщины готовят на кухню. Везде можете положить, и ваши продукты пусть там полежат какое-то время. Потом вы заметите, что если вы покупаете, там, мясо, рыбу, что-то, те продукты, которые раньше вы покупали, они, вы можете так проводить тестирование. То есть купили сыр, все что угодно, да, положили на эту доску, подержали, потом вкус изменится, и вы будете видеть уже, если вкус изменился в лучшую сторону, это хорошие натуральные продукты, их стоит покупать и дальше. А если вкус изменился в худшую сторону, горчит, ну, просто вы будете чувствовать, не хочется вам есть этого больше и дальше. Стоит это больше не покупать. Можете брать по чуть-чуть в магазине и пробовать, уже будете знать. Вы можете тестировать все продукты, которые покупаете в супермаркете, или где-то на рынке, неважно где. это один общий маркер принесли домой сумки поставьте их на доску вот две три сколько у вас там есть сколько позволяет возможность купить это все такое дешевое по сравнению с тем что вы имеете ценности цена не сопоставили ценность большая цена низкой вы положили все эти сумки на эти продукты на доски и пока вы там что-то готовите туда сюда пусть они полежат там вы увидите они уже начнут преображаться ну дайте возможность полежать там конечно смотря какие сумки вы приносите ну хотя бы минут 15 уже заметите результат улучшится улучшится все качество и так если вы будете делать раз за разом вы будете кушать хорошие продукты по крайней мере улучшены насколько это возможно в наших условиях и потом вы заметите что если какие-то продукты невкусные то их не стоит покупать берите по чуть-чуть и пробуйте потому что обычно в семьях берут какой-то на при определенный набор продуктов вот как-то каждая семья уже знает что они больше чаще покупают поэтому в принципе это все легко проверить за неделю вы можете это все протестировать будете знать каком магазине сколько покупать какого качества товар и этим будете оздоравливать свою семью себя этим вы формируете свое здоровое будущее очень важно геномодифицированные продукты как сказать продукты где добавлены геномодифицированные вещества вы знаете что это очень вредно не просто они изменяют наш вкус они изменяют гены они изменяют и будущее этой семьи человечества то есть люди даже не задумываются насколько серьезные последствия вот употребление этих продуктов все эти фастфуды конечно лучше всего питаться дома и всем натуральным но все и женщины и мужчины работают поэтому всем некогда и все уже это в норму вошло питаться в ресторанах кафешках покупать полуфабрикаты по крайней мере это выход что-то вы можете изменить в лучшую сторону по крайней мере да вам никогда тратить долго время много времени на приготовление пищи но улучшите это хотя бы так доски пластинки все что угодно мешочки ведро все что вот вы можете позволить себе это совсем несложно и очень удобно и вы даже не представляете насколько вы оздоровите свою семью никакие таблетки не смогут этого сделать пока вот на сегодня это очень хорошие вещи очень удобные и очень простые дешевые использование и очень нужные и и Продолжение следует...